Книга Бытие, глава тридцать вторая А Иаков пошел путем своим, и встретили его ангелы Божии. Иаков, увидев их, сказал, — Это ополчение Божье, и нарек имя месту тому Маханаим. И послал Иаков перед собой вестников к брату своему Исаву в землю Сеир в область Едом. И приказал им, сказав, — Так скажите господину моему Исаву, — Вот что говорит раб твой Иаков. Я жил у Лавана и прожил доныне, и есть у меня валы и ослы и мелкий скот и рабы и рабыни, и я послал известить об этом господина моего, дабы приобрести благоволение пред очами твоими. И возвратились вестники к Иакову и сказали, — Мы ходили к брату твоему Исаву, он идет навстречу тебе, и с ним четыреста человек. Иаков очень испугался и смутился, и разделил людей, бывших с ним, и скот мелкий, крупный и верблюдов на два стана. И сказал, — Если Исав нападет на один стан и побьет его, то остальной стан может спастись. И сказал Иаков, — Боже, отца моего Авраама и Боже, отца моего Иакова, — Господи, сказавший мне, — возвратись в землю твою, на родину твою, и я буду благотворить тебе. Не достоин я всех милостей и всех благоводеяний, которые ты сотворил рабу твоему, ибо я с посохом моим перешел этот Иордан, а теперь у меня два стана. Избавь меня от руки брата моего, от руки Исава, ибо я боюсь его, чтобы он, пришедший, не убил меня и матери с детьми. Ты сказал, — Я буду благотворить тебе и сделаю потомство твое, как песок морской, которого не исчислить от множества. И ночевал там Иаков в ту ночь, и взял из того, что у него было в подарок Исаву, брату своему, двести коз, двадцать козлов, двести овец, двадцать овнов, тридцать верблюдец, дойных с жеребятами их, сорок коров, десять валов, двадцать ослиц, десять ослов, И дал в руки рабам своим каждое стадо особо, и сказал рабам своим, — Пойдите предо мною и оставляйте расстояние от стада до стада. И приказал первому, сказав, — Когда брат мой Исав встретится тебе и спросит тебя, говоря, — Чей ты и куда идешь, и чье это стадо пред тобою, то скажи, — Раба твоего Иакова, это подарок, посланный господину моему Исаву, вот и сам он за нами. Тоже приказал он и второму, и третьему, и всем, которые шли за стадами, говоря, — Так скажите Исаву, когда встретите его. И скажите, — Вот и раб твой Иаков за нами. Ибо он сказал сам в себе, — Умилостивлю его дарами, которые идут предо мною, и потом увижу лицо его, может быть, и примет меня. И пошли дары его перед ним, а он в ту ночь ночевал в стане. И встал в ту ночь, и, взяв двух жен своих и двух рабынь своих, и одиннадцать сыновей своих, перешел через Иавок в Брод, и, взяв их, перевел через поток, и перевел все, что у него было, и остался Иаков один. И боролся некто с ним до появления зари. И, увидев, что не одолевает его, коснулся состава бедра его, и повредил состав бедра у Иакова, когда он боролся с ним. И сказал, — Отпусти меня, ибо взошла заря. Иаков сказал, — Не отпущу тебя, пока не благословишь меня. И сказал, — Как имя твое? Он сказал, — Иаков. И сказал, — Отныне имя тебе будет не Иаков, а Израиль, ибо ты боролся с Богом, и человеков одолевать будешь. Спросил и Иаков, говоря, — Скажи имя твое. И он сказал, — На что ты спрашиваешь об имени Моем? И благословил его там. И нарек Иаков имя месту тому Пенуэл, ибо говорил он, — Я видел Бога лицом к лицу, и сохранилась душа моя. И взошло солнце, когда он проходил Пенуэл, и хромал он на бедро свое. Поэтому и до ныне сыны Израилевы не едят жилы, которые на составе бедра, потому что боролся, коснулся жилы на составе бедра Иакова. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok